Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Битва, где участвуют двое, престиярии, пророки будут сражаться, воевать грешно, как это разуметь в местности есть? Сражение будет духовное, имеется ввиду. Сражение духовное, а убийство телесное. Но убийство, убивать же будут не пророки. Ну понятно, не пророки, пророков и христиан тоже будут убивать. Они будут проповедовать Слово Божие, Евангелие. Это и есть брань, то есть проповедовать смело, это и есть сражение, под угрозой смерти они все равно преодолевают страх, и это вот и есть война с самим собой, со своей трусостью, так я понимаю. Христос говорит, не бойтесь убивающих тела души, не могущих забрать, бойтесь же того, кто после смерти и душу, и тело может забрать гену. И в одном месте такой буквы, в другом месте того смаленьшись. Сколько нужно бояться, а в другом месте смаленьшись, бояться, ну не то чтобы бояться и раболеться, а опасаться и зря ума на рожон не лезть. Были случаи, когда без особой надобности христиане искали смерть, когда мучили христиан. Этого делать не нужно самим. Не нужно, это святили, смали, мучили, тогда да, а самим не приветствуют. Так Игнатик кричит, я понимаю, нет? Когда написано, что парисеи спорили с учениками христовыми, это не означает, что они спорили. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. А они возвещают. Не запретили накрепко. И тут же арестовывает Петра, он сидит и ждет казни. Кто кого победил? Павел. Мы знаем, что ирода нету, и ни один человек сегодня на сон грядущий иродовые письма считать не будет. А послания Павла считают. И никто сегодня не будет при беде или при болезни считать творения Ленина, Сталина, Муссолини, Гитлера. Он будет открывать Псалтырь и Евангелие. Кто кого победил-то? Победило то, что не уступило. А тело, тело временно, это хижина. Он может дом разрушить, но живущий в нем не может. Все. Благодарю. То есть такой войны, вот как вот прям, как вот война, там Великая Отечественная, такой войны не будет. Будет духовная брань. Наша брань не против плоти и крови, а против духов, злопы поднебесные. Вот. Ну а те-то будут, конечно, воевать не только с духами или с мыслями, но и с теламиками. Откровение 11.8. Ну и надо еще сказать, что до этого-то был дан дар пророкам убивать. Дар от Бога убивать тех, кто обижает их. Я вот на курсом занятии-то удивился. Я говорю, ничего себе дар Бог. Человека любит, дьявол человека-убийца. А тут Бог дает дар, чтобы обижаемых они убивали. Это все в последние времена. Понятно, что дальше все. Суд. Нам-то сейчас заповедано не воздавать злом за зло. А тут тебя обидели, все тот человек умирает. Дар. Причем этот дар от Бога. И причем им пользуются сознательно, осознанно, зная, что тот обидчик погибнет. Тоже вот это вот не совсем удобно, вразумимо прощать. А здесь вот пророки. Или только им двоим будет именно это для. Дан такой дар для того, чтобы все понимали же. И все, наверное, их узнают, что они медсозаветные пророки. По радио, по телевизору, в интернете их там явятся. Игнатий Тихонович, нам по этому поводу как-то тоже. Можете пояснить. Ты читай правильно. Вот ты считаешь неправильно, и поэтому неправильные мысли идут. Давай откроем снова. Считаем. Откровение. Одиннадцатая глава. Пятый стих. Считай. Считай. Одиннадцать пять. Откровение Иоанна Богослова. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убитым. Кем убитым? Разве это пророки убивают? Огонь они сделать не могут. Это Господь. Вот говорят, солгал Ананя и пал мертвый. Его Петр убил. Петр не убил. Он говорит, зачем ты солгал Богу? Богу. А раз ты солгал Богу, Духу Святому, то Господь и наказывает. С чего взял, чтобы будут их убивать? Они будут убивать. Они никого не убивают. Из уст их выходит огонь. Бог сделал так. Они не убивают никого. Тут и нет нигде. Огонь пожрет. Где они? Бьются. Руками бьются. Стреляют. Нет этого. Там Петр сказал. Мужа похоронили, тебя похоронят. И все. И сапфира пала мертвая. Теперь ставят. Невзоров говорит, он убил. Да где написано, что убил? Вы солгали Духу Святому. А раз ему солгали, Дух Святой, он нашляет. Игнать Тихонич, тогда давайте читайте 6 стих. Теперь вы читайте. Давай. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. Води пророчества их. В пророчества их. Кто закрывает небо? Ну не они закрывают. У них сила нет. Питайте дальше. Понятно, что Бог закрывает. Имеют власть над водами, пророщаясь в кровь. И поражать землю всякую язву, когда только захотят. А нет. Бог это делает. Они ничего не делают. Нет. Они, написано, они захотят. Я вот к чему привезу. Захотят, но не означает, что они убивают. Убивает Бог. А они не шевелятся даже с места. Кто море рассек? Ну не Моисей же, Бог рассек-то. Жезл не мог рассечь. И когда говорится, что именем Божьим делает, это Бог делает. Бог. Никакая энергетика тут ничего не поможет. А вот тут Он сразится с ними, победит их и убьет их. Он убьет. Яростью свою. А они просят Бога. И Бог это делает. То есть они ничего не делают. Так, идем дальше. Благодарю. Слава Иисусу. Откровение 11.8. И трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Толкование. Столь велика будет злоба Антихриста против этих двух пророков и столь великое его злорадство от содержания им победы, что тела убитых будут лишены всякого почитания. Они даже не будут положены в гробы. Трупы так и останутся лежать на улице на месте убийства. Трупы. Этим подчеркивается, что победу Антихрист содержал только внешнюю, физическую, умертвил тела. Но ничего не смог причинить их душам. Ничего не смог противопоставить их свидетельству. Произойдет это в городе, который здесь охарактеризован с трех сторон. Первое, как Великий. Второе, духовно называется Содом и Египет. И третье, где Господь наш распят. Толкование. Ой, продолжаем. Указание, где и Господь наш распят, однозначно указывает на город Иерусалим, где на Голговском холме был распят Господь пророков и всех нас Иисус Христос. Именно город Иерусалим разумели здесь древние толкователи, святые Викторин, Ириней, Андрей Кессарийский. Нет никакого основания под этим городом разуметь иные города, например, Рим или же, будто это имеется в виду омерщенная и падшая церковь. Здесь надо конкретно разуметь город Иерусалим. Антикрист придет против Христа и воцарится там, где распят был Христос. «Где началось царство Христово, там и он станет свое царство». Город Блудница, 17-18 глава, это будет совсем другой город. «Между Антихристом и Вавилоном будет война». 17 глава, 16-17 стих «Вененовец». Говорит же, что этот город есть церковь, это вообще кощунственно, ибо в ней до дня кончины века царствовать будет только Христос. Иерусалим называется здесь великим городом, а не святым, как в 11 главе 2 стих, так как будет городом великого нечестивого государства антихристова, который духовно называется, то есть духовно, по нравственно-религиозному состоянию, будет подобен Содому и Египту. Содом – это город греха, разврата и нечестия. Египет – это образ мира и богопротивления. Грех и богопротивления – вот духовная картина Иерусалима при Антихристе. И это тем более ужасно, что этот город, ведь есть святое святых земли, поистину мерзость запустения на святом месте. Рок Даниила 9.27 и Матфея 24.15. Город, распявший Христа, убьет и последних пророков. Плачет Христос. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, кто собирает кинцов твоих покрылья, и вы не захотели. Где оставляется дом ваш? Уст. Евангелие от Матфея, 23 глава, 37-38 стих. Вопрос. Я когда узнал, что в Иерусалиме проходят гей-парады, не захотели. Не захотели. Пришел своим своими принятыми. А иной придет во имя свое того принятыми. Это Христос говорил конкретно об Антике. Вопросы? Дальше идем. Книга Откровения, 11 глава, 9-10 стих. И многие из народов и колен и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гнобы. И живущие на земле будут радоваться, и веселиться, и пошлет дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Толкование. Такова будет реакция людей на убийство антихристом пророков. Из этого мы видим, сколь велико будет нечестие в то время. Соответственно тому, как три с половиной года было дано пророкам на их служение, так три с половиной дня трупы их не будут положены во гробы. Но так и останутся лежать на улице для всеобщего нечестивого веселья. Те народы будут наслаждаться этим зрелищем. Многие, пожалуйста, и приедут в Иерусалим. В том же время столицы антихристианского государства, конечно же, всегда будут находиться представители самых разных народов. Да и современными средствами телевидения или что еще к тому времени изобретут, легко сделать всех живущих на земле участниками этого зрелища. Своей проповедью, сопровождаемой великими знамениями, два пророка сии мучили живущих на земле, не давали беспрепятственно развиваться нечестью на земле. И вот нечестивые будут радоваться всему и веселиться, что убрано это препятствие, уже ничто не мешает им наслаждаться на земле теми утехами ада и творить все мерзости и беззакония. Как бы радостно, потирая руки, пошлют дары друг другу, поздравляя друг друга как в книге Есфири. Цитирую Есфир, 9 глава, 19 стих. «Поэтому проводят 14 день месяца аддара в веселье и пешистый, как день праздничный, посылая подарки друг ко другу». Вопросы? Да, ну и тут сразу же место всплывает, когда бесноватый пристал увидели, что ты пришел раньше времени мучить нас. То есть вот для людей нечестивых, конечно, когда их обличают, когда им препятствуют делать зло, для них это великое мучение. Я слышал, что люди, привыкшие делать грех, они в раю-то… Петь, гулять, прелюбовывать… А ничего этого нету, это… за их выбор, когда сегодня грешника стараются… Что за на выбор… Трех за перестанцев… Он не хватил туда… Они там… А вот родственники все равно, чтоб все как у людей… Престан… Если при жизни вид пророков и их проповедь доставляла им мучения… Мучились от этого… Как мучились? Мне неприятно, когда тебе обречают, указывают, запрещают делать то, что тебе нравится… греховно… Это и есть для них мучение такое… своеобразное… Идем дальше… Книга Откровения 11 глава 11 стих… Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога… И они оба стали на ноги свои… И великий страх напал на тех, которые смотрели на них… Толкование… Преждевременно и непродолжительно была радость нечестивых людей… Можно себе представить их ликование и торжество… Как создаются они зрелищем убитых пророков… Еще бы… Кончились их знания… Их… 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 Разрушена церковь… Их… 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 И страх напал на тех, которые смотрели на них. Что же случилось? Прошло всего три дня с половиной, и мертвые пророки встают вдруг на ноги свои, поднимаются. Мир, к тому времени привыкший к самым фантастическим достижениям прогресса и знамениям Антихриста приходит в изумление и ужас. Воскресли пророки, вошел в них дух жизни от Бога. Слова Иоанна точно удостоверяют нас, что будет не кажущееся, а самое реальное умерщвление и воскресение. Дух жизни от Бога. Пытие 2.7, который дается человеку при его появлении в этот мир, оживотворение плоти духом от Бога, оставил пророков, как и Экклесиаст говорит, что в смерти человека дух возвратился к Богу, который дал его. Пытия 12.7. Так что смерть была самая настоящая, ибо тело без духа мертвое. Планьякова 3.26. Но вот дух возвращается, и пророки, ожив, встают на ноги свои. И здесь непростое посещение духом своего тела, но хождение его в тело и оживотворение тела. Реальная смерть и реальное воскресение. Будет отчего прийти в ужас людям того времени, воскреснут убитые их руками. Но и это еще и все. Вопросы. Я вспоминаю фильм «Апостол». Там тоже такой случай. Комиссар убивает немецкого рецидивиста. И находится его брат-близнец. И из этого брата тренирует его и делают диверсанты из него. И потом, спустя много-много времени, пьется, как бы он-то думает, что тот воскресли, такой ужас. На глазах у него возникает отрок. Вот. Так, снято тоже хорошо фильм. Рекомендую посмотреть. И вот такой же ужас будет. Ну а то, что вот толкователь говорит, что телевидение будет, либо еще что-то, что позволит видеть этих пророков, видеть их знамения и чудеса, видеть всем их трупы. Сегодня это реально. Буквально лет 10 или 20 назад это было, как бы, непонятно, даже толкователь, как бы. Ну не в каждом доме есть телевизор. А сейчас смотришь везде. Все вот уткнулись в этих гаджетах. Сергей. Да, да, да. Скажите, а вот семь чаш это что вообще означает? То есть, вот говорят, что пришел один из семян, имеющий семь чаш. То есть, как бы вот. Семь чаш, семь чаш гнева, Божие. Все, понятно. Нет, не гнева. Как вот на были 10 египетских казней, так и семь чаш гнева там. Сначала растения, люди, животные там. Да, да. И еще вот, тоже 17 глава. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. То есть, это откровение тоже святого Иоанна, богослова, жену, сидящую на звере багряном. Это вообще, это облудница, да, он как бы, или что вот это тоже как бы. Что имеется под женой, сидящей на звере багряном? Ну, мы сейчас 11 главу. Я понял, это дальше уже. И вы сейчас вопросы задавайте пока по прочитанному. А последние полчаса уже можно задавать любые вопросы. Давайте немножко. Первый раз. Отложим на потом. Вопросы по прочитанному есть пока по материалу? По 11 главе. О 11 главе, да, Иоанна, богослова, да? Да, да, да. Ну, вот тоже сейчас читаем. Мне, ну, как бы, не совсем по прочитанному. Почему-то, то есть, и дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань измерить храм Божий, жертвенник и поклоняющихся в нем. Почему внешний двор был исключен, я вот не совсем понимаю. А внешний двор храма исключили, не измеряя его, и был дан изящим храмом. Ну, читали же, толковали. Вы были на этих занятиях? Нет, не было. Не были. Мы прошли вот это уже все, и повторять. То, что не измеряем внешних, ну, вне церкви. Что их измерять? Они вне Бога. Вне церкви нет спасения. Есть такая книга. Ну, так и все. Поэтому, измерь своих. А те, они сами сделали свой выбор, они вне церкви. Язычники, они Богу не поклоняются. Это город для других богов. Спасибо за ответ. Еще вопросы? Так, идем дальше. Книга Откровения, 11 глава, 12 стих. И уж слышали они с неба громкий голос, говоривший им. Зайдите сюда. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. Толкование. За воскресеньем следует вознесение. Услышали они, то есть, два пророка. Таково чтение этого текста вульгаты. Есть и иное чтение. И я услышал. То есть, слышащим, представляется сам тайнозритель Святой Иоанн. Громко звучали голоса смеявшихся и злорадствовавших над пророками. Но вот звучит с неба громкий голос, говоривший им. Зайдите сюда. Праху пророков не нашла земля антиквистово царства места. Но отверзается им небо. Небесный голос зовет их туда. В обители небесного Отца. Так, секундочку. О чудо дивное и преславное. Как легко услышать. Зайди, как сладко услышать. Зайди сюда. Если бы в кончину века Господь и нас подобил услышать эти слова. Ибо Ты, Господи, создал нас для Себя. И не знает покоя сердце наше, пока не упокоится в Тебе. Блаженный Августин Истович. Так томится об этом душа наша. И не это ли томление подскудно двигало поэтам Пушкиным, когда он писал стихотворения «Узник» и подобные ему. Этого злого на небо исподобились два пророка – Инох и Илья. Подобно нашему Господу они воскресли, только не своей силой, как Господь Божий. Подобно ему они взошли на небо, на облаке. Что легче облака, улетающего в синем небе? На облаке восходят они на небо, как некогда Господь Ильонской горы. И смотрели на них враги их. Отчаянное зрелище. Убили их. Даже мертвых позорили на весь мир. Радовались. И вот страх и ужас. Пророки воскресли и возносятся. Есть мудрость народной пословицы. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Следствием вознесения пророков стал не только страх, объявший видевших это врагов, но и целый ряд катастрофических явлений. Вопросы? Откровение 11.13. И в тот же час произошло великое землетрясение. Десятая часть города пала и погибло при землетрясении. Семь тысяч имен человеческих и прочие объяты были страхом. И воздали славу Богу Небесному. И в тот же час, то есть немедленно, по вознесении пророков, произошло великое землетрясение. Темносказательно это можно разуметь, как резкое изменение настроения и помыслов людей. Можно и буквально разуметь землетрясение. Смерть Господа Иисуса Христа была сопровождаема таким же явлением. Но землетрясение при распятии Христа и это имеют совсем разные значения. Здесь мы видим, что десятая часть города пала и погибло при землетрясении. Семь тысяч имен человеческих. Десять и семь обычные числа апокалипсиса и вообще Писания. Город здесь имеется в виду Иерусалим, столица антихристового государства. Наказания, наведенные на город, даны уже не для исправления, а для возмездия за убийство пророков. К покаянию призывали пророки Илья и Инох, но не послушали их, а убили. В Англии от Москве 23 глава 34 стих. Теперь возмездие. Землетрясение разрушило десятую часть города и при этом погибло семь тысяч имен человеческих. То есть семь тысяч человек. Падение семи тысяч означает еще и падение привязавшихся к седмеричному кругу времени этой земной жизни. И не помышлявших на восьмом дне, дне воскресения и начала будущего века. Таковые все погибают и ввергаются в вечные муки и енны, смерть вторую. Или же, как говорит Андрей Кисарийский, это семь тысяч евреев, поверивших Антихристу, покорившихся ему и воцаривших его. Часть евреев, обращенная Ильей и Инохом, спасется, а другая часть, принявшая Антихриста, погибнет. Со взятия пророков с земли начинается время безраздельного и беспрепятственного господства Антихристу на земле. Но землетрясение и гибель части столичного города показывают, что это и начало крушения его царства, преддверие суда Божия. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Это не словословие Бога покаявшимися грешниками. Покаяния мы уже не видим. Мы видим только то, что ужас происходящих событий божественного возмездия повергает людей в страх. И невозрожденные сердца, метущиеся перед неминуемой гибелью, воздают славу Богу. Это словословие попыль нечестивца, сознающего свою гибель и боящегося ее. Вот здесь что-то мне прям как-то ухо режет. Воздают славу Богу, славу Богу воздает нечестивец за то, что Бог его убивает. Какой смысл я узрел. Это уже нелепость какая-то. Но если только во внимание будут брать, что скорби будут такие, что люди будут желать смерти. И не найдут ее. Когда он увидит, что наконец-то смерть, тогда Богу славу вас дадут. Так? Игнат Тихонович, как вот здесь вот разуметь-то? Еще раз послушайте. Мы видим толкование. Мы видим только то, что ужас происходящих событий, божественного возмездия, повергает людей в страх. И невозрожденные сердца, ометущиеся перед неминуемой гибелью, воздают славу Богу. То есть они... Это далее. Это словословие вопль нечестивца, сознающего свою гибель и боящегося ее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом Господа нашего и Христа Его И будет царствовать во веки веков Толкование И седьмой ангел вострубил, возвещая третье и последнее горе, настигшее вселенной. По ангельской клятве труба седьмого ангела возвестит конец нынешнему существованию мира. Пятая глава, шестой, седьмой стих. В ответ на трубный глаз седьмого ангела раздались на небе громкие голоса. Иоанн слышит эти голоса на небе, но не сообщает нам, кому они принадлежали. Лучше всего полагать, что это именно те голоса, которые всегда слышны были у престола Божия, голоса четырех животных, двадцати четырех царцев, сомнов ангелов и святых. Царство мира, где владычествовал антихрист, окончилось и соделалось царством Господа нашего Бога Отца и Христа Его, Сына Божия. Это кончина века, когда наконец окончательно повергается древний змей, сатана и царство мира, данное ему в последний раз на короткое время, три с половиной года, отымется от него и переходит к Богу, ко Христу. С другой стороны вспоминается Голгофа, когда князь мира сего изгнан был вон. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 31 стихи. «Христос основал свое царство на земле, соделав верующих в него царями и священниками». 1 глава, 6 стихи. «И будет царствовать во веки веков, и даст ему Господь Бог престол Давида Отца Его, и будет царствовать над дома Иакова во веки, и царству его не будет конца». Евангелие от Луки, 1 глава, 32-33 стихи. «Царство Христово, начатое на Голгофе, победившее и охватившее собой всю вселенную кончину века, никогда не кончится, но будет во веки веков». Вопросы? Ну а вот правильно понимать, что царство, начатое на Голгофе, кончится на три с половиной года, а потом опять надо обновиться. На три с половиной года царствование Антихриста. Ясно, что будет царствовать Антихрист. Если царствует Антихрист, то Христос не царствует, или оба будут царствовать, как понимать. Сказано, что тысячелетнее царство, царство его не будет конца. Что имеется в виду? Не будет конца, когда после Антихриста, а если, говорится, не будет конца, но перед пришествием Христовом наступает же конец, пауза такая в три с половиной года, царство прекращается, а потом обновляется. Как правильно понимать? Микрофон, по-моему, у вас отключен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, вопросы? Теперь можно не по тексту, не выбыли. У кого-то был вопрос про женщина, сидящая на багряном двери, блудница. Что это за женщина? Что она символизирует? Дайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще вопросы есть? Задавайте. Когда продолжим еще чтение? У кого-то возникнут, по-моему, время ваше, пожалуйста. Давайте вопрос. Одиннадцатая глава, шестнадцатый стих. И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу. Толкование. Этим они выразили свое полное согласие с только что прозвучавшими небесными голосами. Этим небесная церковь Искупленных выражает свое поклонение и восторг перед победившим вселенную царством Господа. Они поклонились Богу. Покровение одиннадцать семнадцатый. Говоря. Благодарим тебя, Господи Боже, Вседержитель, который и сии был, и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился. Толкование. Добавка «грядешь» взята из вульгаты, но по мнению многих толкователей она произвольна и не должна быть. Отсутствие слов и «грядешь» означает, что Господь уже пришел и не ожидается больше как грядущий. Он пришел, и его царство началось. Двадцать четыре царства славят Господа за то, что ты приял силу твою великую и воцарился. Силу, ту, через которую Господь добился своего царства и воцарился. Сколь велика должна быть эта сила, чтобы победить весь Бога враждебный мир. Как Бог Христос всегда имел эту силу и был царем вселенной, но вот Он, как человек, принял силу и воцарился. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. И здесь, как и прежде, речь о воцарении Господа в кончину века, а также можно разуметь и воцарение Его на Голгофе. То есть толкованители нам конкретно не говорят, когда это царство началось на Голгофе или можно разуметь, что последний день. Если на Голгофе, то царство его не будет конца, а вот вроде как конец, как бы Господь царство свое отдает как бы антихристу на три с половиной года, что это царство, а потом Господь как бы опять встает на круги Своя. Такое как бы понимание. Ну и понимать, что царство его не будет конца, это вот когда он уже окончательно придет во свое свое происшествие, тогда уже никакой антихрист больше не придет, и царство дьявола прекратится раз и навсегда. Он будет ввержен в озеро огненное. Его клевреты. Так, вопросы. Откровение 11.18. И рассверепели язычники, и пришел гнев твой и время судить мертвых, и дать возмездия рабам твоим, пророкам и святым и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Толкование. Так здесь представляется картина страшного суда. Увидев, что навечно и навсегда их дело проиграно, в бессильной ярости рассверепели язычники, ибо пришел гнев Божий и время судить. Сейчас, человек, имеешь свободу творить, что хочешь, но настанет время судить тебя. Сейчас время творить дела, какие хочешь, тогда будет время дать возмездие. Лютым последованием, лютым преследованием подвергнутся христиане от врагов истины, особенно во время царствования антихриста. Тогда же будет дано возмездие рабам твоим. Первое, пророкам и вообще всем учителям и благовестникам. Второе, святым. Здесь имеются в виду не вообще все христиане, которые иногда называются святыми. «Послание Колоссянам 1.2», «Послание Филиппийцам 1.1». А те христиане, которые достигли особого совершенства, святости и богообщения, вошедшие в лики святых. Третье, боящимся имени твоего – это все рабы Божии, в страхе совершавшие свое спасение. Пророкам, святым и богобоязненным людям, принявшим соответственно сто шестьдесят и тридцати кратные плоды, «Всем возмездия рабам твоим Божьим, всем уготавляется небесное вознаграждение». Малым и великим. Разумеется, или меньшие и большие святые в Церкви Божией, или же малые – это грешники, а великие – это праведники. Так, великое на земле делается малым на небе, а малое на земле – великим на небе. Тогда настанет время погубить губивших землю. Своими грехами и беззакониями человек губит землю. Далее цитата «Бытие 1.28» «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте» было сказано первому человеку. «Случилось же, что тварь покорилась суете по воле покорившего ее». Римлянам 8.20 Грех человека изменил сами законы земли. Грехами человека погублены воды и леса, рыбы и животные. Теперь всюду говорят об охране природы. От кого охранять? Что? Получилось нашествие из неземных миров? Нет. Охранять надо от себя. Сами губим то, что нам дано. Но мы за все в ответе. Мы в ответе за отравленный воздух, за исчезновение с лица земли животных, за мучение твари, за истребление лесов. За все, за все. Мы забываем, что губящие землю будут погублены. Под землей здесь можно разумеется самого человека, ибо создал Господь Бог из праха земного. Богом в тьедвости. Мы губим себя, свое здоровье, безумно тратим свои силы и способности. Мы за все в ответе. За каждый день, за каждый дар, полученный от Бога, за все погубляющий будет погублен. Слова «Время судить мертвых» в стих 18 ясно указывает на то, что третье горе или седьмой трубный глаз – это горе страшного суда. Стих 15 и 19 описывают кончину века, страшный суд и начало вечности. Но, как мы уже видели, что стих 15 и 16 указывает и на основание Христом своего царства на земле через крест, так и в отдельных стихах можно усматривать указания на историю царства Христова на земле. Тогда эти стихи можно объяснить так, что когда через апостольскую проповедь царство Христово стало распространяться, то рассверепели язычники такие, как, например, Нерон или Диоклетиан и разразились лютые гонения на христиан. Но так должно было продолжаться не всегда. Пришло время возмездия. Через святого Константина Великого и последующих императоров царство Христа становится... Царство мира, простите, становится царством Христа. Народы обращаются ко Христу, и целые государства становятся христианскими и торжествующими свою победу над язычниками. Вопросы? Откровение 11.19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Толкование. Ковчег завета был величайшей святыней Ветского завета. Он находился святом святых Скинии, а потом и храма построенного Соломона. Павелонский царь Новохудоносор за шесть веков до Рождества Христова разрушил Иерусалимский храм. Тогда пророк Иеремия, по бывшему ему божественному окровению, прятал ковчег завета в пещере горы Нева. С тех пор никто не мог его больше найти. В восстановленных потом храмах Зарававеля и Иерода Ковчега уже не было, и святое святых было пустым. Но по обетованию Божию в кончину века снова собран будет сон еврейского народа, и восстановлен будет их храм. Тогда Господь снова покажет место Своего Ковчега, чтобы особенно светилось место этого храма. Вторая книга Маковецкая, вторая глава. И вот Иоанн видит храм Божий на небе. Ему открывается нечто еще большее. В Ветхом Завете Ковчег был закрыт от взора людей. Бог был еще далек от человека. Когда умирал на кресте Христос, то завеса в храме разозралась, и Новый Завет приблизил человека к Богу. Но, тем не менее, теперь человек еще не вполне близок к Богу. Теперь мы видим, как бы сквозь сухлое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. 1 Коринфянам 13-12. То есть настанет время как бы еще другого, третьего Завета Бога с человеком, когда будет совершеннейшее единение неба и земли. Когда перед человеком отверзется храм Божий на небо. Небо откроет свой лик на земле, когда человек будет стоять перед Богом, как бы лицом к лицу. Тогда откроются святым небесные блага, уготованные им на небе. Сокровеннейшее станет явным. Тогда увидим то, чего не видел сейчас глаз, услышим то, что не слышало ухо, сердце исполнится того, о чем не помышляло сейчас. Так Иоанн видит здесь начало вечности, открытие вечных благ святым, оправданным на страшном суде. Еще одна таинственная мысль сокрыта здесь. По библейской символике Ковчег Завета означает Богородисть. Скрижали с десятью заповедями это воплощенное Слово Божие. Они находились в Ковчеге. Так и ныне Слово стало плотью во чреве Преснодевы. Богородица. Вот Ковчег, вместивший в себя воплощенное Слово Христа. Прижаль Нового Завета. И вот отверсток, храм Божий на небе, в небесной церкви явился Ковчег Завета, то есть Матерь Божья, Царица Небесная во славе. Вопросы по прочитанному есть? Может появились вопросы не по прочитанному? Да, появился вопрос. Пожалуйста. Вот на этом занятии и на прошлом занятии я слышала, задавали тему про умерших, которые родственники, то есть есть смысл молиться за умерших. А как же вот жизненный путь Ксении Петербургской, которая, понимая, что кончина ее мужа была далеко от православной, то по успении своего мужа она взяла на себя, одела свою мужа одежду и взяла его имя и ради Христа стала юродивой. Подвиг такой вот. Понятен вопрос? Понятен. Игнат Тихонович, вам ответ держать. Ксения Петербургская. Мерзок, кто одевается, не ту одежду, но смысл такой. Женщина, одевающая мужскую одежду, есть мерзость перед мужем. Так же и мужчин, одевающиеся в женское платье. Вопрос-то. Ксения Петербургская совершила верность в данном случае, и не нужно было это ей делать. Дело ли это вообще? Или это может быть вы? Даже батюшка, я помню, у нас выступал, современные жития святых читает, а он был свидетелем этого. И вот этого не было. А в книге уже написано о жития святых читает. Ну я же был там этого, это не правда. Так что... И либо она это святая не делала этого, ей это приписали, либо... никакая она не святая в данном случае. Получается, вы отрицаете подвиг Ксении? Вы не признаете, что она святая? Я признаю, что женщина, одевающая мужскую одежду, есть мерзость перед Богом. Я в это свято верю. А если у вас в это веры нет, молитесь, и Бог даст вам. Еще я верю... В слове Божьем... Вопрос задали, слушайте ответ. Еще я верю, что Христос, когда говорил притчу о богаче и Лазаре, ясно сказал, что... От нас туда не переходят, и оттуда туда не переходят. Не переходят. Это слова Христоса. Я тоже в это свято верю. Кто пытается навязать нам мысль, что из ада можно вытащить человека молитвами, тот для меня еретик и лжет. Так же утверждающий то, что вечные мучения, когда так кончатся, и человек грешник попадет в рай. Это тоже ересь, осужденная давным-давно святыми соборами. Время. 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 Играет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...